Друзья, всем здорова! С вами проект FirmLife, я Сергей Шихайлов и сегодня мы сравним Xiaomi Mi 9 SE и Xiaomi Mi 9. Два китайских брата, великая китайская заруба, все как вы любите. В описании ролика вас будут ждать ссылки на эти устройства в различных интернет-магазинах, плюс линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. Сейчас мы скажем очень важную инфу, это не обзор, это сравнение, поэтому в описании ролика вас также будут ждать ссылки на обзоры этих двух замечательных смартфонов, которые я крайне настоятельно рекомендую вам посмотреть, потому что некоторую информацию в этом видео мы озвучивать не будем. И вот уже из этих видео вы можете эту дополнительную информацию и почерпнуть, сколько там дюймов в экране, сколько мегапикселей в камере, миллиампер часов батареи и так далее. Собственно, поехали сравнивать. Начнем мы с внешнего вида традиционно. Как у нас выглядит Xiaomi Mi 9? Мы видим стекляшку на лицевой панели, тут у нас ребра, верхняя рамочка, они очень тоненькие, снизу у нас подбородок уже заметный. Но все равно тонюсенький. Ну и с тыла у нас красивенская абсолютно переливашка, которая классно ловит лучи солнца, при этом, вот, поймал наконец-то я нужный ракурс, при этом абсолютно всеми цветами радуги переливается, ну просто зашибись. Стекляшка эта скруглена к краям, в руке сидит из-за этого аппарат чуть более уверенно, более интересно, зашибись. Что такое Xiaomi Mi 9 SE? Это тоже у нас весь из себя стеклянный такой вот парень. Он тоже, как вы видите, классно переливается на солнышке. Он у нас также, как я уже сказал, имеет и подложку, и точно так же вот окантовочка камеры красивенько блестит. Если мы перевернем, то мы увидим точно такую же историю. Узенькие рамочки, как и верхние в том числе, и уже более заметный подбородок. Отличается внешне Mi 9 SE от Mi 9 обычного размерами, во-первых, он заметно меньше. И если мы так будем сейчас сантиметрами мерять, это будет еще такое. А вот если вы просто возьмете их в руку, вот вы уже ощутите реальную разницу. Потому что в руке это устройство непередаваемо балдежно сидит и на ходу им пользоваться одной рукой значительно комфортнее Mi 9 SE тащит. И там и там у нас отсутствует беспроводная зарядка, отсутствует заявленная там какая-то козырная влагозащита. Ну и там и там есть NFC. Важно, что на рынке есть несколько версий, в частности вот китайская и глобальная. Я рекомендую покупать что один, что другой аппарат сразу на глобалке. Так у вас и сервисы Google будут из коробки и точно будет работать NFC для бесконтактных оплат. Зашибись, двигаемся дальше. Сейчас мы будем говорить о сканерах пальцев. Так, мы возьмем смартфончики наоборот. Мы их занесем в кадр где-то вот так. Вот мы наведем резкость на SE. Мы возьмем в руки Mi 9. У нас подсветился сканер пальца, область нажатия. И нажимаем одновременно. Раз, два, три. Прекрасно. SE тупо не среагировал. Давайте еще раз. Раз, два, три. Mi 9 заметно быстрее. Еще раз. Раз, два, три. Mi 9 заметно быстрее. И еще раз. Раз, два, три. Плюс-минус одинаково. Суммарно победил Mi 9. В условиях реального использования, когда я и сижу удобно, и не спешу, и спокойно двигаю пальцем, Mi 9 реально всегда был быстрее. Это заметно, но разрыв в полсекунды, я не знаю, насколько это для вас вообще критично. Теперь мы посмотрим на альтернативу сканера пальца. Мы сейчас наведем резкость на SE опять-таки. Так, в кадр заносим Mi 9. Гасим их экраны и смотрим, как быстро они распознают мою мордяку благодаря своим фронталкам. И поехали. Погасили. Так. Подсветили. Еще раз. Кто был быстрее? По-моему, быстрее был Mi 9. В условиях реального повседневного использования они вот у меня выдают идентичную скорость. Токша сравнивал. Один в один. Почему-то сейчас побеждал Mi 9. Теперь мы поговорим об экранах. И я их сейчас еще раз для вас спецом погасю, чтобы вы увидели, что и там, и там у нас есть Always On экран. У нас есть вот место подсветки, да, куда мы тыкать должны пальчиком. У нас есть обои. Обои, как вы видите, установлены разные. Потому что вы можете там из, на самом деле, достаточно большого списка Always On обоим выбирать ту, которая вам нравится. Но так или иначе, вы получите саму обойку, дату, время, уровень заряда АКБ. Это замечательно. Теперь мы прислоняем пальчик сюда. Почему-то эта скотина меня сейчас не хочет распознавать ни в какую. Вот вам классный софт с салями. Тыкс. И теперь сюда. Mi 9 SE. Одуплился быстрее. Так вот, мы видим одинаковые абсолютно обои. Зачем это сделано? Для того, чтобы посмотреть на диапазон регулировки яркости. Мы сейчас заходим вот сюда. Мы сейчас тыкаем вот так. Мы сейчас тыкаем вот так. И смотрим, что куда. Абсолютно прекрасно видно картинку, что на одном, что на втором устройстве. Нижний порог совпадает полностью. Теперь давайте мы посмотрим на максимальную подсветку. Тыкс. И теперь точно тоже делаем здесь. Так. С моего ракурса ярче SE. С вашего ракурса однохренственно. С чего можно сделать вывод? Что наверное однохренственно. Но давайте мы сделаем вот так вот. И вот. О! Ну сейчас тоже как бы особых отличий нема. По диапазону регулировки яркости данные дисплеи не отличаются. Теперь я примерно выравниваю яркость где-то на вот таком вот примерно уровне. Вроде выравнил. Вроде выравнил. Вы еще раз посмотрели на передачу цвета на идентичном изображении. Теперь мы заходим на YouTube допустим. Почему бы и нет. Вот мы в него заскочили. И вы можете посмотреть на цветопередачу на белой картинке. Вроде бы белые и серые цвета у нас типа как бы идентичны. Но если мы посмотрим на заливку шапки. Она по-моему отличается. Как по мне более желтую картинку выдает Mi 9. И давайте мы еще интереса ради зайдем и посмотрим на белую картинку допустим в настройках. По-моему то с моего ракурса Mi 9 желтит. Если я сейчас не правы ли вы считаете крайне иначе пишите об этом в комментах. Так и теперь конечно же традиционно мы смотрим на углы обзора. Давайте начнем с Mi 9. Так в кадр затолкали. Смотрим. В принципе все вполне себе неплохо. Теперь Mi 9 SE. Вот тут вот по мне чуть-чуть похуже. В условиях реального использования я разницы между этими матрицами не наблюдаю. Потому что AMOLED он и в Африке AMOLED. Даже если экран у вас находится под таким неудобным углом. И вы краем левого глаза, кстати реально сейчас левого глаза смотрите на этот замечательный экран. Вам все равно в принципе все замечательно видно, что там, где там и как там. И цветопередача не сказал бы, что очень сильно как-то меняется. В условиях реального использования. Опять-таки в условиях реального использования. Что в темноте, что под ярким солнцем. Диапазона яркости этого экрана хватает. Во! Яркий солнечный день был. Я делал фотки на эти смартфоны. И я всегда прекрасно видел, что я там нафоткал. Не пересматривал, не заходил в тенек. Все было хорошо. Чувствительность сенсора также абсолютно адекватная. У меня в этом плане претензий к данным восхитительным смартфонам нема. Теперь я очень быстро вам комментирую ситуацию относительно звука. Начнем мы со звучания в наушниках. И я вам скажу, что все зависит от добанного переходника. В комплекте, слава богу, он есть и там, и там. Но вы должны понимать, что в большинстве случаев, точнее не в большинстве, а абсолютно всегда поет переходник, а не смартфон. То есть, если вы сейчас возьмете переходник от OnePlus, допустим. И воткнете ее в Mi 9, а потом вытащите и включите его в Mi 9 SE, а потом вытащите и включите его в OnePlus 6T, допустим. Все эти смартфоны, блин, споют одинаково, потому что поет переходник. Переходники, которыми комплектуются данные смартфоны, поют идентично, потому что это одни и те же переходники. Звук насыщенный, звук не скучный. Это не уровень свистоперделок, я не знаю, там, пятигодичной давности. Звук действительно приятный, он детализированный, запас громкости выше крыши. И там, и там у нас софтовые есть пресеты для Xiaomi-шных ушей. Так что, если у вас вдруг именно такие, то вы еще и какую-то там настроечку для себя сможете провести. И все у вас в жизни будет хорошо. Не меломанский звук, и не там, не там. Из того, что недавно было на руках, Zenfone 6, и то поет лучше. Краткая характеристика от Сережи. Теперь мы включаем ваш новый любимый клип Rammstein Radio. Так. И мотаем, например, где-то вот на минуту 58. Почему на минуту 58? Потому что я так решил. Тикс. Смартфоны оба в центре кадра. Мы наводим на них резкость. Ну, камера решила не наводить. Сегодня вечер решений. Мы смотрим на максимальную громкость на Mi 9, да? Вас никто не обманул. Мы смотрим на максимальную громкость на Mi 9 SE. Вас никто не обманул. И давайте послушаем, как поют эти замечательные смартфоны. Поехали. SE-шка. SE поет громче. Давайте послушаем еще чуть-чуть. SE реально поет громче. И чуть-чуть качественнее, как по мне. В обоих случаях верхний вот этот вот разговорный динамик нижнему не подпевает. Суммарно звук приятен и там, и там, так что если вы собираетесь послушать музычку или насладиться аудиорядом какого-то прекрасного кино, не обязательно подключать наушники, если вы в комнате сидите один, и никто перфоратором за стеной не работает. И там, и там акустика с этой задачей встроенная справится. Но, как вы поняли, хоть и чуть-чуть, но затащил SE. Теперь мы будем переходить к камерам. Если разбить на несколько частей, как мы обычно делаем этот рассказ, то получится ситуация такая. По фронталке тащит Mi 9. По деталям, если все еще и очень схоже, то по передаче цвета, по динамическому диапазону Mi 9 лучше, чем Mi 9 SE. Камера основная, вернее камеры основные в Mi 9 SE примерно такие же, как и в Mi 9. Чуть-чуть отличается передача цвета. Чуть-чуть. HDR, если вы включите, у вас не будет разницы даже в динамическом диапазоне. Если вы его выключите, он будет немножечко. И некоторые там кадры, допустим, по экспозиции будут отличаться. У кого-то они будут чуть темнее зачастую на Mi 9, у кого-то они будут чуть светлее зачастую на Mi 9 SE. Но разницы капитальной между этими снимками нема. Видео и там и там у нас пишется в 4К. И там и там в настройках у нас включается стабилизация. Но тут каламбур. Mi 9 SE срать хотел на эту стабилизацию. И поэтому картинка неплавная и дерганная. А вот Mi 9 срать не хотел. И поэтому он ее реально включает. Но картинка вроде бы и плавная. Прям до тех пор, когда снимаемые вами объекты начинают проявлять много динамики. И вы иногда можете получить машину, перемещающуюся в пространстве. Или какого-то моциклиста, совершающего квантовый скачок. Что из этого трэша вам нравится больше, я не знаю. Из приятных новостей то, что и там и там есть порт Google камеры. Возможно, с ней все будет значительно лучше. Плоды ее работы мы не сравнивали. По фронталке тащит железно Mi 9. По камере, в принципе, один хрен. Двигаемся дальше. Мы открываем галерею. И там и там она у нас из коробки установлена, хотел сказать я. Ну, в принципе, я бы вам не соврал, если бы я так сказал. И там и там мы прогнали целый ряд скриншотов. Давайте мы посмотрим вот на Antutu. Вот сразу видно, кто где делал обзор. Вот скриншот Дмитрия Леонидовича, здорового обозревателя. Вот скриншот Курильщика. Без развернутых характеристик. Так или иначе, вы можете увидеть, что 360 почти 3000 попугая у нас набирает Mi 9. И 181 набирает Mi 9 SE в Antutu. Так, теперь давайте будем искать одинаковые скрины. Как мы видим по первому скрину Geekbench'а, вообще практически без разницы. По второму скрину Geekbench'а уже заметно преимущество Mi 9. Так, что у нас здесь, здесь у нас еще есть PCMark. И здесь есть PCMark. Mi 9 заметно веселее. И 3DMark Mi 9 заметно веселее. В условиях реальной эксплуатации. Оба смартфона очень, очень и очень быстро выполняют абсолютно любые бытовые задачи. Будь то работа там с файлами, в галерее, переписка там в социалках каких-то, в общалках, просмотр видео с YouTube, просмотр видео с внутренней памяти, музыка там, блин, работа с камерой и, конечно же, игры. Что там, что там, все идет идеально. Я не верил до последнего, что на Mi 9 SE на 700, бла-бла, его процессоре, те же танки будут идти 60 FPS с максимальным набором эффектов больше, чем две катки. Но они реально идут. То есть, любые игры, хорошо, не любые, танки и пам, это вот самые требовательные из того, что играю я, на Mi 9 SE идут изумительно. И что самое интересное, на Mi 9 просто, они, конечно же, точно так же идут. То есть, по состоянию на день сегодняшний, вне синтетики, какой-то глубочайшей разницы по производительности в конкретных задачах между этими устройствами, нема. У нас, я не знаю, как, какие видео у нас будут публиковаться, у нас обязательно выйдет видос от нашего третьего младшенького Богдана Васильевича, который сравнивал Mi 9 и Mi 9 SE на правах спид-теста, там клацание приложений, все вот как вы любите. Вот там вот вы увидите, кто там лучше у многозадачности и все вот это вот. Но, если себе не парить мозги вот так вот в разных руках, не держать эти телефоны и не выполнять параллельно одинаковые задачи, и задротствовать, кто ж быстрее с 15-го круга откроет Инстаграм, вот если этим не париться, разница между этими устройствами нуль. Теперь, как бы, следующая партия наших скриншотов, 6 часов 21 минуту в тесте автономности у нас выдает Mi 9 SE, и аж на 2 минуты Вася больше выдает Mi 9. Парамога! Ёпта! Теперь второй скрин. Дима не стесняет себя в удовольствии скринить один и тот же тест. Теперь мы смотрим на результаты в Geekbench. Мы видим, опять-таки, превосходство товарища Mi 9. И теперь давайте мы посмотрим, как мы разряжались. Без счетов из этой парочки у нас разряжался Mi 9. И по часам у нас 5,5 часов и 6,5 часов. Разница в аккумуляторах, в их объемах, конечно же, есть. И она в пользу Mi 9. Разница как бы вот с максимальной подсветкой экрана, как бы в час, она без сомнений также есть. Но в условиях реального использования Mi 9 реально проживет чуть-чуть дольше. Но общий показатель зарядил сегодня утром и следующий раз ты заряжаешь завтра утром, он характерен для обоих этих смартфонов. Mi 9 протянет, ну там, на 2-3 часика больше, может там до обеда, с горем пополам. Но вот прям железная такая автономность, это сутки. Что в условиях одного, что в условиях другого смартфона. По софту отличий 0, и там, и там MIUI. Ребята, давайте вот этот тот случай, что похрен какой версии, хорошо? Давайте мы прямо сейчас посмотрим разницу в цене в столь похожих устройствах. Итак, мы заходим на сервис сравнения цен и пишем Xiaomi Mi 9. Самый простенький вариант на 64 гигабайта. И теперь сразу же в новой вкладке открываем и пишем Mi 9 SE. Тоже самый-самый дешевый на 64. SE на 64 гигабайта. Тыкаем где купить, фильтруем по цене. И видим, что все начинается с отметки 7550 гривен. Что в свою очередь примерно 287 долларов. Дальше цена, как мы видим, только растет. Что весьма очевидно. Теперь давайте мы откроем Mi 9. Тоже на 64 гигабайта. Тоже мы фильтруем по цене. И видим, что все начинается с 10 544 гривен. Что примерно 400 баксов. И дальше цена, естественно, тоже растет и ползет аж до 11 100 гривен. Какова разница в цене между двумя этими замечательными смартфонами. Если в долларах 113 баксов. Вот такие вот пирожки. Но как мы видим, купить сейчас данные смартфоны, что один, что второй, можно едва ли не на каждом углу. Потому что продавцов просто хоть отбавляй. Выводы будут следующими. Стоит ли переплачивать за Xiaomi Mi 9? В том случае, если вам очень нужен на полторы секунды... На полторы это я загнул. На полсекунды быстрее срабатывающий сканер пальца. Если вам надо на полградуса более шикарные углы обзора. Если вам надо фронталка, которая чуть лучше. И вот тут я не спорю. И в тестах многозадачности он SE-шку делает. Значит, вот если вам все это очень до всырачки надо. Да, надо переплачивать. В том случае, теперь мы говорим про SE-шку. Если вы, первое, хотите себе компактное устройство. Вам нахрен не усрался Mi 9. На рынке есть у нас Mi 9 SE и Galaxy S10e. Это два убер компактных устройства. И рядом с ними сейчас, в принципе, очень мало что плавает. Так что я очень рекомендую задуматься. В остальном, у нас плюс-минус одинаковые основные камеры. У нас лучше звук через спикер мультимедийный. У нас такого же качества условный экран. У нас такого же качества сборка. Мы в играх показываем себя так же. И автономность у нас где-то на том же уровне. Я не вижу смысла переплачивать за Xiaomi Mi 9 на фоне Mi 9 SE. Особенно в том случае, если через год вы смартфон продадите и купите себе что-нибудь свежее. Это последний, так сказать, гвоздь в гроб. Если вы реально через год будете освежаться, переплачивать за старшую модель, смысла нет. Потому что по состоянию на день сегодняшний, младшенькие себя показывают ни хрена не хуже, будучи при этом дешевле. На этом мы данный видос будем заканчивать. Напоминаю, что в описании ролика вас будут ждать ссылки на обзоры этих аппаратов. А также линки на предложения различных интернет-магазинов на обе эти модели. И линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей Шихайлов, проект Ferrum.com и Live. Тыкаем лайки, подписываемся на канал, а также на наши социальные сети. И делимся данным роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Спасибо, что смотрите. Пока.